2015-й Китай. София Никитчук становится первой вице-мисс мира. Короны, контракты, триумф, поклонники все разом обрушиваются на россиянку. Семь лет спустя центр Москвы, уже в статусе успешного инфлюенсера и бизнес-вумен, София дает интервью нашему телеканалу. Я пошла на все эти конкурсы не для того, чтобы участвовать в конкурсах. Я пошла, потому что мне надоело ездить на маршрутке. И я прям, как сейчас помню, 58-м, и очень хотелось выиграть машину. Теперь у Никитчук спорткар, и не один. За это время успела выпустить коллекцию одежды, открыть сеть салонов красоты, сыграть в кино. Сегодня София обеспеченная девушка с большими амбициями. Сколько мы денег сегодня зарабатываем? Хорошо, потом посчитаем. В 18 лет я пошла на первый курс, и я зарабатывала 30 тысяч рублей. Сейчас я зарабатываю больше. Ну, больше. Единственный минус – личная жизнь. Быть обаятельный и привлекательный адский труд. Каждая лавстори – достояние общественности. После «Мисс Мира» очень тяжело. Приписывают кучу романов, там прочь интернет, чего только нет, с кем я только не встречалась. Но я не замужем, но все хорошо. Ребят, я хоть не мистер мира, но, между прочим, я модельмен Хакасии 2006. Это тоже путевка в жизнь. Сейчас я телевизионщик, журналист, международник. Видите, как начинала. Зато теперь где? Общаюсь с Софией. Спешит на очередную фотосессию действующая «Мисс России» Алина Санько. В 2019-м прошла в топ-12 «Мисс Мира». Дело было в Лондоне. Я невероятно счастлива. Спасибо всем огромное. Что касается уверенности, да, и определенно она появилась, потому что понимание того, что ты входишь в топ-12 самых красивых девушек в мире, это поднимает самооценку. Прошло три года, но график до сих пор расписан по минутам. Интервью, съемки, обложки журналов – не жизнь, а сказка о принцессе. Но сама Алина так не считает. Я не знаю, что ответить на это, возможно, мы не будем снимать. На самом деле все думают, что если девушка – это «Мисс Россия» или «Королева красоты», то значит у нее вокруг просто миллион денег, и она может по щелчку волшебной палочки сделать то, что хочет, и получить то, что хочет. Нет. Все равно приходится все своим трудом. Из ближайших планов закончить второе высшее и, наконец-то, реализовать давнюю мечту – стать певицей и записать хит. Кто, если не она? Мицей быть на сцене. Возможно, это будет в качестве певицы, потому что я очень люблю музыку, что это будет что-то чувственное и не похожее ни на что другое. Желают всем красавицам красивой жизни Паш Мавриди и Дима Ерофеев. Новости пятницы.